Приветствую. В данном видео я хочу рассказать про одну технологию, которая будет интересна тем, кто заинтересован в надёжном хранении важных данных. Так, чтобы к ним было невозможно, ну или по крайней мере очень затруднительно, получить доступ посторонним лицам, как через сеть, так и при непосредственном доступе к устройству. Речь идёт про криптоконтейнеры. Сразу сделаю небольшое предупреждение. Данное видео будет по большей части чисто ознакомительного характера, поэтому больше подойдёт тем, кто либо вообще не знаком с данной темой, либо знаком понаслышке. Компьютерные гении, хакеры или прочие всезнайки вряд ли услышат тут что-то новое. Поэтому, если вы входите в данную категорию, то в случае чего я не несу ответственность за ваше напрасно потраченное время от просмотра. Итак, что такое криптоконтейнер? Криптоконтейнер – это зашифрованный набор данных. Для простоты понимания можете представить это как папку с данными, которая защищена паролем. И не зная этого пароля вы не можете ни открыть её, ни узнать какие файлы в ней содержатся. Пример, конечно, сильно упрощённый, тут на самом деле не всё так просто. Но пока давайте оттолкнёмся от этого. На самом деле многие из нас часто сталкиваются с упрощённым вариантом криптоконтейнеров. Я имею в виду архивы. Что такое типичный архив? Это один файл, в который можно поместить множество разных файлов и директорий, содержащих другие директории файлы с полным сохранением структуры. Но при этом, во-первых, вы не можете открыть архив, если у вас нет специальной программы, которая может работать с расширением, присвоенным архиву на этапе его создания. И во-вторых, на архив можно поставить пароль при его создании. И без знания пароля вы доступ к этим файлам и директориям не получите. Опять же, пример несколько утрированный, поскольку при создании архивов их целью было не столько надёжно скрывать данные, сколько иметь возможность группировать и сжимать их. Что сыграло большую роль в те времена, когда интернет был очень медленным, нестабильным и дорогим. В плане защищённости архива так себе решение, поскольку они в принципе не проектировались с той целью, чтобы противостоять попыткам взлома. Криптоконтейнеры же – технология, изначально нацеленная на безопасное хранение данных. Для начала стоит отметить, что программ для создания криптоконтейнеров существует множество. И у каждой из них, как правило, есть какие-то свои особенности и преимущества. Скажу честно, я не очень силён в данной теме, поэтому на данном этапе затрудняюсь однозначно ответить на потенциальный вопрос, а какая программа лучше. Хотя бы как минимум потому, что на такой вопрос в принципе вряд ли можно дать точный ответ. Дело в том, что создание криптоконтейнеров, где вы сможете хранить данные, это лишь одна грань. Есть ещё много интересных возможностей. Например, с помощью некоторых утилит можно зашифровать весь жёсткий диск. Где-то есть возможность создать контейнер с двойным дном. Также разные программы используют разные алгоритмы шифрования, методы создания и хранения ключей. Это немаловажный фактор, поскольку во многом устойчивость к криптоконтейнеру к взлому, либо прямому перебору, может зависеть от используемого метода защиты данных. Также некоторые программы могут монтировать файлы-контейнеры, только когда те имеют определённое расширение, что будет заметно чисто на глаз. Некоторые же могут монтировать контейнеры тогда, когда файл может иметь абсолютно любое расширение, за счёт чего его будет проще замаскировать среди тонны похожих по виду файлов. Не говоря о том, что сам принцип создания и монтирования криптоконтейнера может быть разным. Иными словами, тема реально глубокая, поэтому за раз тут охватить всё нельзя. Но если вам по какой-то причине важно безопасное хранение ваших данных, то вам стоит углубиться в данный вопрос, поскольку это реально может вас однажды выручить. Ладно, давайте перейдём к практике. Как я и сказал, программ существует много, поэтому при попытке выбрать что-то могут начать разбегаться глаза. Но если обратиться с этим вопросом в интернет, то чаще всего вам в глаза будут бросаться следующие утилиты. TrueCrypt и Veracrypt, которые являются наследником TrueCrypt. То долгая история. А споры по поводу того, какой из этих утилит лучше пользоваться, идут до сих пор. Я чисто для ознакомления покажу пример работы в Veracrypt. Я не ручаюсь за эту программу. Просто я считаю, что для начала лучше выбрать хоть что-то, чем застрять на этапе выбора. Чтобы установить Veracrypt, нужно перейти на официальный сайт разработчиков, скачать установочный файл и запустить процесс установки. Сложностей здесь никаких возникнуть не должно, всё довольно просто. Далее запускаем программу. Для начала нам нужно создать криптоконтейнер, поэтому нажимаем создать том. Открывается мастер создания. Я сейчас не буду обозревать весь функционал и возможности, поэтому пойдём наиболее коротким путём. Создать зашифрованный файловый контейнер. Обычный tom-veracrypt. Вот здесь нам нужно выбрать, ну или точнее создать файл, который и будет являться криптоконтейнером. Допустим, выберу в проводнике рабочий стол и здесь создам файл с вот таким названием. После создания со стороны будет казаться, что это какая-то книга. Далее. Нужно выбрать алгоритм шифрования и хеширования. Но сейчас выберу то, что стоит по умолчанию. Теперь нужно указать размер для контейнера. Имеется в виду его максимальный размер, который будет доступен для заполнения после его создания. Если вы сделаете контейнер недостаточного объёма, то в будущем можете создать новый контейнер с размером побольше и перетащить в него все файлы. Либо же завести второй контейнер, куда спрячете другую часть файлов. Далее нужно указать пароль. Есть вариант вместо пароля указать ключевой файл. Это отдельная тема, достаточно спорная как по мне. Лично я предпочитаю использовать пароль. Для простоты примера сделаю простой пароль, но лучше не пытайтесь повторить это дома. В реальности пароль должен быть длинным, сложным, уникальным и по возможности не связанным как-то логически с вами. На тему создания и хранения паролей у меня были видео на канале. Если не смотрели, то советую ознакомиться. Я оставлю ссылку в описании. Дальше программа просит вводить курсором мыши внутри окна, чтобы на основе собранной энтропии из перемещения мыши сделать более криптостойкий ключ шифрования. Короче говоря, поводите стрелкой туда-сюда, пока полоса внизу экрана не заполнится до конца. Так надо, поверьте. Нажимаем разметить и всё, наш контейнер готов. Выход. Теперь в программе нам нужно выбрать этот файл. Делаем это вот так. Хотя, кстати говоря, можно и просто перетащить его вот в это поле. Далее выбираем букву, которая будет обозначен логический раздел с примонтированным томом. Для примера выберу D. Это особого значения не имеет. И нажимаем смонтировать. Здесь нужно ввести пароль, ну или выбрать файл ключ, если вы использовали таковой. Далее нужно немного подождать. И после этого, если открыть мой компьютер, то мы увидим новый логический раздел. Как будто мы подсоединили какой-то жёсткий диск или флешку. Помните, я в начале видео говорил, что это как папка с файлами, которую невозможно открыть без знания пароля. Точнее будет сказать, что это как подсоединяемая флешка, которую невозможно открыть без специальной утилиты и пароля. Ну а дальнейшая работа идёт как с обычной флешкой. Сюда можно закидывать файлы, удалять отсюда, можно открывать и редактировать. Сделали, что вам нужно, возвращаетесь в Veracrypt и нажимаете размонтировать. Всё, данные больше не доступны. Всё, что у нас есть, это якобы какая-то книга. Разумеется, при попытке запустить файл через программу, работающую по умолчанию с данным типом файлов, ничего не выйдет. Но, по крайней мере, контейнер благодаря этому можно замаскировать в куче других похожих файлов. Данный метод – это типичный, пусть и современный, метод криптографии. Но криптография – это наука о методах обеспечения невозможности прочтения информации посторонним, в связи с чем, как правило, невозможно незаметное изменение информации. Пусть мы и создали криптоконтейнер, и даже замаскировали его под файл какого-то типа, разумеется, программа, работающая с таким типом файлов, открыть его не сможет. Будь это аудиозапись или электронный книга, в любом случае мы получим ошибку. Пусть на поверхностный взгляд это и будет выглядеть как файл, который просто почему-то не открывается, но специалист при детальном изучении может предположить, что это на самом деле криптоконтейнер. Другое дело – стиганография. Это способ передачи или хранения информации с учетом сохранения в тайне самого факта такой передачи. В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое сообщение, стиганография скрывает сам факт его существования и как следствие существования какого-либо шифра. В компьютерной среде это тоже существует, но по этой теме я позже сделаю отдельное маленькое видео, поскольку хочу по возможности сократить данный выпуск. Да, тема в целом непростая и весьма глубокая. Как я уже упомянул, программ существует много и все работают по-разному. У каждой из них свой уровень удобства и надежности. Какими из них пользоваться, а какими нет, и как пользоваться – это все пока что оставляю вам для самостоятельного изучения. Но если вы только начинаете, то могу сказать следующее – начните хоть с чего-то. Не обязательно сейчас тратить кучу сил и времени, чтобы определить для себя лучшие решения. Лучшее враг хорошего. Начав хранить важные файлы в контейнере той же Veracrypt, пусть даже не зашифровав его самым надежным образом, вы уже сделаете большой шаг в направлении безопасности ваших данных. При желании позже вы всегда можете создать новый, более защищенный криптоконтейнер, куда перенесете все данные и программу можете взять другую. Но вам нужно просто начать. Несколько советов напоследок. Во-первых, прежде чем вы окончательно спрячете какие-то важные данные в криптоконтейнер, обязательно, обязательно как следует потренируйтесь. Убедитесь, что вы поняли, как это работает, как монтировать и размонтировать контейнер. Если вы что-то сделаете не так, опечатаетесь на этапе ввода пароля или что-нибудь еще, ваши данные будут лежать у вас перед носом, но доступа к ним уже не будет. Во-вторых, в идеале лучше использовать несколько криптоконтейнеров для разных данных. Дело в том, что тот момент, когда вы монтируете контейнер, это немного уязвимый момент для самих данных. Они в этот момент доступны для чтения, а потому доступны для разных атак. Утопия считает сохранение каждого файла в отдельном контейнере, но я думаю вы прекрасно понимаете, что так делать никто не будет. Однако истина всегда где-то посередине, поэтому стоит хотя бы сделать несколько криптоконтейнеров, в каждом из которых будут лежать разные категории файлов. Ну и последнее. Не думайте, что криптоконтейнер — это панацея само по себе. Также стоит отметить то, что любую программу для создания криптоконтейнера разрабатывают люди, а людям свойственно ошибаться. В алгоритмах могут быть как ошибки, так и преднамеренные закладки. Поэтому не стоит думать, что уложив все свои файлы в криптоконтейнер, можно смело всем показывать средний палец. Нужно соблюдать все меры безопасности, а также следить за ситуацией в мире IT и своевременно менять софт и методы защиты, если появляются новые угрозы. Ну а сильно страдающим паранойей могу еще посоветовать использовать двойную контейнеризацию. То есть шифровать все файлы сначала в один криптоконтейнер одной программой, затем еще раз шифровать ее через другую программу, чтобы уж наверняка. Ну а на этом я думаю стоит закончить. Если есть какие-то пожелания или вопросы, пишите в комментарии. Исходя из этого я буду отталкиваться, стоит ли развивать данную тему. Ну а пока что у меня на этом все. Дерзайте!